Две недели на полях Великой Отечественной. Чебоксарские поисковые отряды вернулись с вахты памяти из Ржевского района Тверской области. Об итогах экспедиции в нашем материале. Штык, солдатские фляжки и каски, патроны и даже кость домино. Рядом предмет, похожий на шлем древнерусского богатыря. На самом деле часть снаряда «Катюши». Олег Тюнтеров, руководитель экспедиции, показывает находки. Всего чебоксарские поисковики отыскали более 30 предметов военных лет. Хлорница. Немцы был народ такой, очень, скажем так, цивилизованный, культурный. Они сюда сыпали хлор и потом, когда пили воду из российских рек, озер, ну и они считали, что они элитная такая раса, сыпали хлор, обеззараживали и потом только пили воду. Но вещи не главное. Это попутный результат. Цель каждого поисковика – найти останки солдат, чтобы забытые бойцы вновь обрели имя. Андрей Смелов уже выезжал в Ленинградскую область и под Севастополь. В раскопках он уже не новичок. Чебоксарские ребята подняли останки четырех бойцов – двух красноармейцев и двух немцев. Нашли сначала минометную коробку, где были мины для миномета. Также мы нашли диск ППШ и также фрагменты портупеи. Мы начали копать глубже и нашли уже домино того времени. И также мы нашли вилку. То есть мы думали, что это советский солдат, то есть офицер может быть даже. В конечном итоге оказалось, что это немец. Но в любом случае это тоже отрадно. Мы вернули еще одного человека с той войны. Территорию района называли и Ржевским котлом, и Ржевской мясорубкой. На этих полях полегло почти два миллиона солдат. В этих местах воевали и наши дивизии, которые были сформированы в городе Чебоксар, 354-я стрелковая. И плюс в соседнем Бельском районе воевала 135-я стрелковая дивизия, которая на 40% стала из наших земляков, из уроженцев Чувашии. Шаг за шагом, метр за метром. В экспедиции участвовали более 500 поисковиков из Казахстана, Германии, России. За две недели раскопок удалось найти останки 300 советских солдат. Их похоронили со всеми воинскими почестями в одной большой братской могиле. Более тысячи бойцов, найденных за последние годы, наконец обрели покой на родной земле.